Построение эпир поперечных сил и изгибающих моментов. Переходим к построению эпир QY и MX для заданной балки. Все необходимые значения для этого были рассчитаны в предыдущем видео. Проведем вертикальные линии из характерных сечений балки. Начинаем с эпиры QY. Проводим базовую линию, пишем ее обозначение и размерность. Покажем полученные значения по участкам, начиная с первого. На первом участке внутренняя поперечная сила равна нулю, поэтому просто оставляем это место пустым. На втором участке получили значение минус Ш3,3 кНт, которое не зависит от переменной Z2. Это значит, что поперечная сила QY постоянно по всей его длине. На третьем участке мы рассчитали значения на его границах. При этом положение сечения мы отмеряли справа. Там, где Z3 равно нулю, то есть на правой границе участка, мы откладываем значение минус 30. А там, где Z3 равно 2 метра, то есть слева, откладываем 170 кНт. Полученные точки соединяем прямой линией. Далее ставим знаки и заштриховываем эперу. Пока эперу заштриховываются, вы можете подписаться на наш канал. Спасибо. Идем дальше. Переходим к построению эпероизгибающих моментов MX. На первом участке значение момента постоянное 50 кНт на метр. На втором, так как Z2 мы проводили от точки B, слева откладываем 50, а справа минус 140 кНт на метр и соединяем их прямой. На третьем участке будет парабола, для которой мы рассчитали значение в трех ее точках – по краям и посередине участка. Но прежде чем соединять эти точки, обратите внимание на то, что эперы QY на этом участке пересекает базовую линию. Дело в том, что эперы поперечных сил являются первой производной от эпероизгибающих моментов. Поэтому там, где QY равна нулю, на эпере моментов будет экстремум, который необходимо определить. Рассчитаем его значение и покажем эту точку на эпере. Про определение экстремума у нас есть отдельное кино, там все подробно показано, что и как. Соединяем все четыре точки параболы так, чтобы она не поднималась выше точки экстремума. Ставим знаки и заштриховываем эперу. Готово. Готово. ... ... ... Продолжение следует...